Предприятие Павла Лущака в Карганецкой области – большое хозяйство, которое располагается в центральной части страны. Хозяйство образовано в 2000 году. Площадь земель – 20 тысяч гектаров. Культуры – терновые, бобовые, масличные, картофель. По мере роста и развития предприятия управлять традиционно было уже сложно. Владельцу потребовался комплексный анализ агротехнических процессов и возможность прогнозирования деятельности крупного хозяйства. Ну, цифровые технологии мы начали, наверное, можно так сказать, что с 2016 года. Это спутниковый мониторинг полей. Также там привязан был к этой программе мониторинг техники и так далее, там агротехнологии. Вот программа нам оказалась достаточно интересной, и мы начали как бы дальше вникать, брать на пробу подобные программы. Космические снимки полей и индекс вегетации в режиме реального времени с возможностью анализа данных по годам, отсева оборота и урожайности до обработки гербицидами в электронном виде заменили массу бумажных носителей. Мониторинг и отслеживание техники – еще одно цифровое решение, применяемое уже несколько лет в хозяйстве. В настоящее время 90% парка сельскохозяйственной техники и хозяйства состоит из нового оборудования, оснащенного GPS-трекерами, которые помогают Павлу повышать урожайность, производительность труда и эффективность хозяйства в целом. Это позволило им сэкономить около 200 тонн ГСМ в год. Отличия, конечно, большие. То, что тут технологии уже совсем другие, компьютеризировано все. Это экономит время и увеличивает производительность труда. Ну и на плате сказывается, опять же. Больше зарабатывает. Метеостанции с датчиками влажности. Данные технологии, по мнению фермеров, просто незаменимы для орошаемого земледелия. Наибольшую эффективность они демонстрируют в комплексе «Метеостанция. Датчики влажности. Поливальные установки». В хозяйстве Павла Лущака данные решения используются для возделывания картофеля и люцерны. Для люцерны очень важен правильный полив. И вот эта станция позволяет нам контролировать норму, которую выливает давдевальная машина. Это стандартная, в общем, метеостанция такая. Она измеряет влагу, измеряет ветер, температуру. Работает автономно от солнечной батареи и плюс показывает влажность лицсета, это то есть уровень влаги. На метеостанции мы видим также сумму положительных температур, которые культура получает за определенный период. Благодаря этому мы также видим температурный режим. Если температурный режим у нас повышается, значит, мы понимаем, что испарения больше, плюс влагопотребление есть. Мы, значит, должны орошения в миллиметрах осадков, грубо говоря, прибавить. Анализ данных показал, что рекомендованный для люцерны объем полива в данном климатическом регионе был недостаточным. Изменив уровень орошения, улучшилось качество и объем свежескошной массы люцерны. Аналогичная история произошла и на картофельных полях. После установки датчиков выяснилось, что культуру регулярно переливали, что влекло за собой перерасход воды и потерю урожая. Хотелось больше урожая, больше орошали, больше поливали. Есть и картофель регулярно переливать, влага накапливалась. И осень уже доходила до того, что незначительные осадки, им было некуда впитываться. И трактор буквально буксовал, картофель шел в склад грязный, сырой и так далее. Сейчас я могу гарантировать, что у нас максимально точно ведется орошение. Павел Лучак считает, что для зоны рискованного земледелия, к которому относится не только Карагандинская область, а весь Казахстан, цифровые технологии не могут решить всех проблем, но могут помочь сделать сельское хозяйство и доходы более предсказуемыми. Дополнительный бонус современных технологических инноваций. Они помогли увеличить долю работающих женщин с 5 до 30%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова